Привет, меня зовут Даша. Когда я сняла свое видео о моей последней посылочке и фраше, там был вот такой вот такой биби-крем и на меня посыпались просьбы рассказать о нем. Несмотря на то, что он все-таки немножко не похож на биби-крем именно своими свойствами, я от него восхищение, но начнем все по порядку. Ну, сначала о моих ощущениях. Он мне очень понравился, я думаю, я буду брать его еще, потому что он очень экономный. У него большая область покрытия, достаточно буквально вот такой вот капелюшечки, чтобы покрыть, я не знаю, если не все лицо, то половина точно, то есть он ослабится очень экономно. наносится ощущение при нанесении очень легкий, у меня есть биби-крем от эсталаудер, и он, у него достаточно плотная текстура, и мне не нравится, вот, ну, на мой личный взгляд. А вот этот он по ощущениям вот наносится на лицо, как пенка, очень легкий, очень такой, воздушный, я бы назвала его скорее мусс, а не биби-крем, но мы обещали производителям, и что он делает на самом деле. Производители нам обещали увлажнение кожи, выравнивание, скрытие каких-то недостатков кожи, разглаживание, придавание сияния лицу, и защите от внешней окружающей среды. Я его пробовала сколько, неделю, да, ну, это не совсем достаточно для представления полного объема, но все равно я поспешила снять это видео. Итак, по пунктам увлажнения просто на 5 баллов, потому что действительно, я повторюсь, и я его когда наношу, у меня ощущение, что я наношу очень такой воздушный крем для лица, очень такой питательный, и в этом действительно он схож со социальным видом. Что касается выравнивания кожи, да, есть такой момент, почему я с сомнением об этом говорю, я не совсем понимаю, что подозревается под выравниванием. Скрывает 2 с минусом, он не скрывает ничего ровным счетом. У меня как раз вскочил небольшая неприятность на носу, и как бы он ее вообще не скрыл, то есть здесь нет, он не скрывает. Разглаживает, я тоже не понимаю, что он под этим подразумевается. я не специалист в тональных средствах, честно. Сияние, конечно, конечно, да, вот, 5 с плюсом, 10 с плюсом, 100 с плюсом, то есть действительно кожа выглядит очень такое сразу производит впечатление в лицо, как будто вот после каких-то особенных спа-процедур, оно выглядит более свежим, более таким вот, и лицо, и кожа выглядит как кожа, а не как кожа, на которой это тональный крем, я не знаю, или биби-крем, или флюид тональный. Насчет защиты тоже не скажу, честно признаться, я даже не знаю, по каким параметрам понимать, что это, что он защищает, как бы, ты можешь меня спросить, дорогая, милочка моя, зачем ты вообще села рассказывать про этот и флюидский биби-крем, если ты ничего не смыслишь в тональниках? Это правда, как бы, я, у меня небольшой опыт использования тональных средств, и я не док в этом деле, но опыт у меня есть, и меня попросили снять, и, а когда меня просят, да еще говорят, пожалуйста, я не могу отказать, и потому, то, что я знаю, я знаю, то, что я не знаю, соответственно, я не знаю. То есть, вообще, от этого средства восторгий, хоть он, и, соответственно, только половине, наверное, своих функций, мне безумно нравится, что он экономный, что он легкий, что он хорошо питает кожу, как крем. Я сказала, что это биби-крем, я бы, скорее, назвала бы его тональным флюидом для лица. Собственно, это все, что я могу сказать об этой вещице, повторюсь, мне очень понравилось, я буду заказывать еще отличную вещь, хотя, я не думаю, что это биби-крем, просто выпустили какой-то, ну, флюид, и вот так вот его назвали, может со мной кто-то не согласится, и вы правы, мое право на мое мнение я озвучила. На это все, я хочу пожелать, чтобы твоя кожа была всегда молода, прекрасна, полна божественного сияния, словно майская роза на зале. Не слишком патетично. Ну все, пока.